Перинатальный центр в Норильске будет построен к концу года. Чтобы нарастить темпы, на стройку приглашены дополнительные субподрядные организации. К работам они приступят в ближайшие две недели. Об этом сообщил губернатор края после расширенного совещания по вопросу строительства объекта. Разговор прошел за закрытыми дверями и, судя по всему, был крайне эмоциональным. Подробнее Екатерина Луцев. Темпы строительства увеличены, но они меня все равно не устраивают. Отстраивают с этих слов, начинает беседу с журналистами Виктор Толоконский. Жесткие критики губернатора подверглись и подрядчики, и субподрядчики. Одни за то, что долго раскачивались, другие за недостаточный контроль. За последние несколько месяцев три несчастных случая на строящемся объекте. И несколько обращений в отдел полиции. И главный нерешенный вопрос, как нагнать упущенное. Так как времени мало, работать придется, что называется, по-стахановски. На этой неделе на стройку зайдет еще одна организация из Санкт-Петербурга. Рабочие возьмутся за строительство перехода в главный корпус. Параллельно другой субподрядчик займется возведением перегородок, стен, фасадной части и остеклением. Через 10 дней, грозит Виктор Толоконский, проверю, как справляетесь. Я никогда не позволю пожертвовать качеством ради скорости. Просто, понимаете, ну, есть такое правило. Пока вот все не сконцентрируешь, на любом объекте будет все медленно идти. В Норильске, ну, тем более это проявляется. Вот все тут, то, кого-то материала может не быть, потому что это далеко, это не материк. То каких-то людей, специалистов не хватает, то крана. Сейчас все силы брошены на заливку бетонного каркаса. Его планируют закончить в первой половине августа. В ближайшее время в Норильск баржи будут доставлены кирпичные перегородки и газобетонные блоки, из которых, словно из конструктора, сформируют весь корпус здания. Сейчас на строительстве задействовано 230 рабочих. Еще 160 прибудут в течение трех недель. Тепловой контур здания должен появиться к концу сентября. Затем начнется внутренняя отделка. Здесь, к слову, тоже придется ускориться. Помогут современные стройматериалы. Вместо штукатурки готовые стеновые панели. Так проще и быстрее. Строит ряд из местного института, говорит Толоконский, будет задействован только на финальной стадии, когда придет время наводить порядок и благоустраивать территорию. Та задача, которая поставлена губернатором Красноярского края, мы ее выполним в декабре месяце. Даже нет сомнений ни у кого. Чтобы не сбавлять темпы, нужен дополнительный кран. С этим пообещал помочь Нурникель. Еще один вопрос – привлечение специалистов для подключения системы тепловодоснабжения. На его решение губернатор дал сутки. И последняя – закупка медицинского оборудования. Здесь тоже 24 часа, чтобы определиться с тем, что нужно. До конца сентября вся медтехника должна быть в Норильске. Екатерина Лоуцев, Алексей Юров. Вести. Норильск. Спешил на помощь и сам оказался в больнице. В Норильске от рук пациента серьезно пострадал врач не от ложки. Реанимационную бригаду отправили на вызов поступивший от явно нетрезвого норильчанина. Он даже не смог четко описать состояние своего якобы больного товарища. Впрочем, реагировать на такие звонки в скорой тоже обязаны. Чем закончился выезд, расскажет Анна Переверзева. Сюда, на Ленинске 27, вызвали скорую в полчетвертого утра. Судя по услышанному диспетчерам, в одной из квартир молодые люди распивали спиртные напитки. Одному стало плохо. У него начались судороги. Когда бригада подъехала, веселая компания уже встречала ее у подъезда. Не спрашивая, ничего не говоря, они открыли дверь салона автомобиля скорой помощи. И пациент этого закинули туда. Самостоятельно открыли дверь, где находился врач в салоне автомобиля. Ну, то впереди, возле водителя. Врач не успел спросить, что, почему. И получил ударом головы в лицо. И второй удар кулаком в голову, в левое ухо. Скорая вызвала полицию. Стражу порядка забрали в отделение двоих молодых людей, 19 и 22 лет. В отношении их составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Каждому назначен штраф в размере 700 рублей. Но проверка продолжается, и, возможно, будут приняты более серьезные меры. После окончательного определения степени тяжести вреда здоровью нанесенного врачу в отношении зачинщиков конфликта будет принято решение по другой статье Кодекса об административных правонарушениях. Это статья по бою, наказание по которой предусматривает как наложение административного штрафа в размере от 5 до 30 тысяч рублей, так и административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов. Пострадавший врач реанимационной бригады проходит амбулаторное лечение. Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма. А пациента, к которому приехали в то злополучное утро, медики сразу передали другой бригаде. Она доставила его в Аганер. Но из приемного покоя больной, которому, вероятно, уже полегчало, ушел через 15 минут, отказавшись от госпитализации. Напомню, сейчас Госдума рассматривает поправки в закон, которые должны в разы ужесточить наказание за нападение на врачей скорости. Скорой слишком уж участились подобные случаи по всей стране. Анна Переверзева, Евгений Жуков, Дмитрий Химич, Вести Норильск. Сегодня в результате аварии в старом городе пострадал один человек. Он доставлен в городскую больницу. Ранним утром на улице Горной 44-летний водитель МАЗа не справился с управлением. Тяжелый автомобиль с полуприцепом наехал на опору освещения, после чего опрокинулся в КВЭД. Версия предварительная. Обстоятельства ДТП выясняют госавтоинспекторы. В деталях еще одного дневного происшествия предстоит разобраться пожарным. Утром на Молодежном 11 горела декоративная конструкция окна на шестом этаже. Дознаватели предполагают, что причиной возгорания стал непотушенный окурок, брошенный с верхнего этажа пострадавших. 5 июля в Норильске переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2-4 градуса. Днем плюс 8-10. Сегодня в Норильске началась приемка территории управляющих компаний. Первыми стали управляйки Талнаха, Северный быт и Талнах быт. Конкурсная комиссия по благоустройству многоквартирных домов осмотрела каждый двор. Какие плюсы и минусы выявили, расскажет Александр Молодцова. Мы вам раздали. Оцениваем входные группы, придомовые территории, наличие детских спортивных площадок. А еще об устройство зон отдыха, наличие номерных знаков, состояние крылец. Первая на проверку управляющая компания «Северный быт». Ее владения велики. 134 из почти 200 алнавских домов. Гендиректор Надежда Арабинская демонстрирует результаты работ по благоустройству дворов. Мы вот отсюда уже начали готовить территорию. Практически в каждом дворе лавочки и урны. На подъездах антивандальные двери. А на улице Таймырской появилась яркая зона отдыха. На клумбах, оформленных в виде сапога, растут бархатцы. А над скамейками расцвел цветочный шар. Также к лету были подготовлены детские площадки. Установили 18 фигур сказочных персонажей. На Дудинской 17 и Таймырской 28 постелили мягкое покрытие. Жители последнего адреса теперь не нарадуются еще и новому сказочному городку, огороженному тыном. Здесь есть и избушка, и колодец, и белоснежка с семью гномами. Все из дерева. Стоит такая площадка около 400 тысяч. Столько же доставка. Это такой первый опыт. Но у нас еще есть, мы уже готовим на следующий год. То есть, в принципе, это недорого стоит, недорого стоит дорогая доставка. Очень сложно все это доставить. И все это идет в разобранном виде. Мы вот тут по схемам, по чертежам уже все сами собирали. Особо отметили члены комиссии то, что управляйка не упускает из виду детали. Ведь именно они создают уют. Мы обратили внимание на то, что цокольные забирки были ей как бы новым способом заделаны, покрашены. Перила она старается теперь новые, как мы уже обратили внимание, делать с какими-то элементами ковки. Очередь Талнахбыта показывает свои владения. Они значительно меньше, 64 дома в пятом микрорайоне. Поэтому и масштаб работ не такой. Особое внимание уделяют чистоте. Надо посмотреть, да, состояние именно санитарной очистки. То есть, у нас тоже нет там ни бумаги, ни мусора. Это бесспорно плюс, но комиссию смутило, что управляющая компания не установила ни одной площадки. 500 рублей с квартиры. Вот она площадка. Это же не такие большие затраты. Просто этим надо заниматься. Константин Николаенко объясняет, собственники не хотят платить за площадки. Но перед глазами пример конкурентов. Будем общаться с конкурентами, спросим у них, как им это удалось. И в следующем году постараемся, естественно, учесть эти нюансы. Возможно, чем-то и порадуем. Завтра конкурсная комиссия отправится инспектировать КРКН. А 6 июля по графику Центральный район. Александра Молодцова, Евгений Жуков. Вести. Норильск. Роспотребнадзор научит турфирмы грамотно предоставлять свои услуги. Круглый стол пройдет 6 июля в публичной библиотеке на Ленинском 20А. Тема – профилактика нарушений, нормы закона, разъяснение судебной практики. К участию приглашаются все занятые в отрасли фирмы и индивидуальные предприниматели. Тема более чем актуальная. В понедельник две сотни российских туристов не смогли вовремя покинуть Болгарию. Своего рейса в Варну до сих пор ждут в Москве. Причина транспортного коллапса в авиакомпании «Булгария-Эйр», которая взяла на себя исполнение чартеров российской «Вим-Авиа», но не справляется с трафиком из-за неисправности одного из воздушных судов. Напомню, в конце мая авиакомпания «Вим-Авиа» начала сокращать и массово задерживать чартерные рейсы по целому ряду направлений, в том числе в Турцию, Болгарию, Грецию и на Кипр. В самой компании верное нарушение графика полетов объясняли небывало высоким приростом пассажиропотока и задержками в прохождении техобслуживания самолетов. После ряда совещаний Минтранс призвал российские авиакомпании взять на себя обязательства по чартерам. Однако в разгар сезона свободных самолетов у них не нашлось. Поэтому ведомство приняло решение дать допуск иностранным перевозчикам. Все услуги от службы судебных приставов теперь можно получить в электронном виде. Для этого необходимо быть зарегистрированным на едином портале Госуслуг либо авторизоваться непосредственно на сайте краевого управления службы. Там, в личном кабинете, можно запросить справку о том, имеются ли в отношении вас исполнительные производства, погашены ли имевшиеся задолженности, могут ли вас ограничить выезды за границу и не только. В сегодняшний момент представлены 23 услуги. Имеется полный набор обращений для того, чтобы вы могли получить все услуги в электронном виде, не обращаясь в территориальный отдел судебных приставов, что экономит ваше время и добавляет удобство в вашу жизнь. Предложения по усовершенствованию ЕГЭ ждут от россиян. Отправить их можно на электронную почту Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Такая практика существует с 2014 года. Сразу после основной волны госэкзаменов Рособоронадзор собирает замечания и предложения, анализирует их и, как показывает практика, во многих случаях притворяет в жизнь. Адрес для сообщений на ваших экранах. Между тем, в Красноярском крае подвели итоги еще одного единого экзамена. По химии 100 бальников стало значительно больше – 13. Еще 100 выпускников получили больше 80 баллов по предмету. Всего экзамен сдавали 1407 человек. И о спорте. В Норильске подведены итоги первого турнира по пляжному волейболу. В состязаниях, стартовавших 24 июня, приняли участие 115 норильчан. Игры проходили на площадке молодежного центра. Победителей определяли в трех номинациях – мужские, женские и смешанные пары. Триумфатором первого в истории Норильска турнира по пляжному волейболу стала Кристина Гусева. Она получила золото в соревнованиях женских и смешанных пар, а также стала королевой турнира как самый результативный игрок. Завтра и 7 июля с 12 до 18 часов в публичной библиотеке будет работать дополнительный пункт регистрации участников благотворительного забега «Норильск. Беги со мной». Он состоится в субботу, 8 июля. Старт ровно в полдень. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...